Губернатор Московской области Андрей Воробьёв побывал в Люберцах с очередным визитом. На этот раз глава региона проверил, как продвигается подготовка детских дошкольных и общеобразовательных учреждений к новому учебному году. Просторный, яркий и в своём роде уникальный. В такой детский сад на Красной Горке придут малыши уже в сентябре этого года. Круглый бассейн с безопасным спуском в воду, физкультурный и актовые залы. Также есть и за студия, и комната сказок. Рассчитано 150 воспитанников. Путёвки уже все дети получили, родители, администрация и обслуживающий персонал у нас уже все набраны. Поэтому ждём открытия. Второй корпус Белоснежки проектировали по последнему слову образовательных стандартов. С малышами там будут заниматься логопеды и психологи. Каждая игровая комната рассчитана на группу в 25 малышей. Таких помещений в новом детском саду сформировано 6. Очень необычный. Нам понравилась и форма, и внутри. Мы проводили экскурсию, нам очень понравилось. Поэтому мы с удовольствием сюда дали документы. Новое дошкольное учреждение понравилось и губернатору Подмосковья. Он пообщался с родителями будущих воспитанников сада. Однако там же возник вопрос по поводу травы на детской площадке. Ведь там должно быть прорезиненное покрытие. Подрядчик, в свою очередь, пообещал решить проблему до начала дождей и морозов. Важно отметить, что при застройке новых микрорайонов Подмосковья используется комплексный подход. Там, где есть детский сад, обязательно должна быть и школа. Именно поэтому следующим пунктом визита главы региона стало образовательное учреждение на улице Вертолетной. Для всего педагогического состава 1 сентября это особенный день. Особенно, когда новая школа, это двойная нагрузка. Поэтому и учителей нужно собрать, и все приготовить, отмыть. Поэтому я знаю, что здесь хорошая готовность. И вот сегодня мы как раз посмотрим, как просто я делаю. А посмотреть здесь действительно есть на что. Современное трехэтажное здание, рассчитанное на 1100 мест, укомплектовано полностью. 44 новеньких класса с интерактивными досками, кабинеты практики по физике, биологии, химии, спортивные и актовые залы, просторные коридоры и холлы, удобная пищевая зона. Словом, не школа, мечта. По словам директора нового образовательного учреждения, Андрей Воробьев увиденным остался доволен. Также губернатор общался с педагогами, спрашивал их образование, насколько, как они готовы развивать детей, какими технологиями пользоваться. 1 сентября школа будет функционировать на все 100%. Как говорит директор школы, в основном здесь будут учиться дети из близлежащих домов. Ну а пока в образовательном учреждении еще есть свободные места и открыт прием заявлений для будущих учеников. Решили зайти во двор, посмотреть благоустройство двора, точнее дворов. У нас большая программа и хотелось бы убедиться, что то, что мы делаем, приветствуется жителями. Приветствуется, да еще как. В общении с главой региона люберчане не сдерживали эмоции. Хвалили Люберецкий трест, который отлично справился с ремонтом подъездов. Говорили спасибо за хорошие игровые площадки. Так чисто, так уютно. И даже близлежащие дома, вот это все поле, они все приходят сюда с детишками играть и находиться у нас. Однако назвать жизнь этих люберчан райской не получится. У двух домов, к примеру, до сих пор стоят газовые колонки. Цель перевести их на централизованное горячее водоснабжение стоит в грядущих планах управляющей компании. Потом в 19-м году, Бог даст, мы включим его в фонд капитального ремонта. Для того, чтобы туда включить, надо иметь соответствующий проект. А вот вопросы транспортной доступности пограничных с Москвой домов решить не так уж просто. Люберчанам достаточно сложно добраться до метрода и центральной части города в целом. А льготникам после отмены привилегии вовсе остался лишь один 501 маршрут. Губернатор дал распоряжение решить вопрос как можно быстрее, отметив при этом, что транспортные проблемы требуют комплексного подхода. Наталья Григорьева, Мария Лапачева, Анна Троян, Никита Скраган и Дмитрий Родзянко. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей.